ЦСКА баскет-шоу вернулась и у нас в гостях человек, который, к сожалению, здесь никогда не был, но теперь будет, надеюсь, не один раз, Александр Хоменко, разыгрывающий баскетбольного клуба ЦСКА. Саша, привет, как дела? Всем привет, все хорошо, закончу тренировку. Как ты оценишь свой собственный бросок по сравнению, например, даже с прошлым годом, с точки зрения техники, качества? Ну, я прибавил, я весь год тут работал, получается, тогда еще с Максимом Шарафаном, весь год, каждое утро. Я приходил на час раньше именно с ним, работу ног делал постоянно, много бросал на машине. Ну, заметно, еще в том сезоне я стал лучше бросать после ведения, увереннее стал бросать. На машине это не в смысле на машине проезжаешь и бросаешь, а в смысле такая машина, которая автоматически подает мячи. В 19-м году, то есть год назад, ты дебютируешь в Евролиге. Ты помнишь, против кого это было? Как вообще? Ты что-то помнишь? Ну, я помню, что тогда обрадовался, когда узнал, что попаду в заявку. Команды, получается, был немного так шокирован, получилось, первый раз. Вот, и уже в конце игры Сергей Родригес сказал, готовься, типа, сейчас пойдешь, выйдешь. Вот, но когда вышел, так уже было все, немного шоки. Провел впервые в жизни всего полтора минуты. Помнишь ли ты что-то полезное сделал, что-то не полезного? Я забил тогда. Вспомнишь, как это случилось? Да, после кроссовера. Как вы думаете, вообще на тренировке и, может быть, даже в раздевалке, они тебя как-то там учат или, наоборот, как конкуренты? Потому что вся конкуренция на каждой позиции очень большая. Нет, ну, все подсказывают, тот же Даня, хейкер, подсказывают постоянно, где там можно обыграть, когда он меня, бывает, подавлит, и потом скажет, типа, обыгрывай сразу. Ну, может, что-нибудь подсказать, тот же Майк Джеймс. А какие цели ты перед собой ставишь? Наверное, сейчас доказывать здесь, на тренировках, на играх, закрепиться как бы уже в составе, показывать стабильную игру, как бы не там один матч хорошо, один плохо, выйти как в средней, ну, постоянной основе уверенно играть. Какие у тебя отношения с Юрой? Потому что он в последнее время, ну, просто во всех наших соцсетях чуть ли не главный герой, ты, наверное, заметил. Как он тебе, как его путь, какие у вас с ним отношения? Ну, мы с ним хорошо дружим, получается, вместе играли и в дюбли, и в молодежке, в суперлиге, в сборных постоянно вместе. Там на отдых с ним даже ездили вместе. Сменился капитан, и это все-таки большая новость для команды. Никита Курбанов, капитан, а ты говорил, что тот игрок, который тебя мотивирует, ну, если не кумир, то как минимум для тебя величина. Как происходит общение с ним сейчас, и что изменилось в команде? Как бы ничего такого не изменилось, по сути. Никита всем помогает сейчас, там, новым игрокам, которые пришли только как бы и в жизненных каких-то вопросах, и в игровых, всем подскажут, также молодым. Мне там Юрия, Андрею Лопатину подойдет, подскажут. Мне часто подскажут, как защитить, там, играть против майка, что-то подскажут, где отойти, где... Где спалить. Да, где. Ну, в таком плане все время помогает. Как ты, Рануров спрашивает, переносишь поражение? Ну, я всегда, вот, ну, посмотрю игру, получается, сам уже, где я ошибся, пересмотрю. То есть ты после игры еще раз пересмотришь матч? Ну, да, где я сыграл. Сразу? Свои моменты. Ну, пытаюсь сразу. Угу. Получается, я этим же вечером обычно пересмотрю, посмотрю, кто ошибся. Угу. О, боже мой. Сколько делаешь попаданий за тренировку? Есть ли тебе какая-то норма, там, типа, Коби Брайант хотел, там, попадать все время, там, 800-500 раз за тренировку? Ну, честно говоря, не знаю, но раньше, вот, в прошлом году, когда утром мы приходили, бросков 200-300 я делал до тренировки. Ну, это точно, вы знаете? Нет, просто бросков 200-300. Ну, там нужно было какое-то определенное количество попасть, и после тренировки еще бросков стоил. Неплохо. А сейчас? Ну, сейчас только на бросковах, но сейчас не считаю. Расскажи, когда ты впервые вошел в командную, в раздевалку главной команды ЦСКА? Честно, я не помню даже этот момент, когда это случилось. Вроде после какой-то игры в Суперлиге или молодежке нам сказали, что у вас сейчас тренировка со мной командой. Так, это было первый раз? Ну, вроде, да, это было первый раз, ну, не считая при сезонке, когда мы там все тренировались, а вот первый раз вроде, когда было, мы сыграли игру, закончилось собрание, говорят, вы, типа, переодевайтесь, сидите на видео со мной командой. И? Ну, шок был немножко после игры. Ну, и ты вошел на тренировку? Ну, там видео шло, мы просто зашли, сели. Никто ничего не сказал? Нет. Что ты еще делаешь для отдыха? Смотришь фильмы, я сказал, слушаешь музыку? Ну, бывает, перед играми часто. Перед играми? Перед играми. Слушаешь музыку? Да. Какую? Аллоуана. Аллоуан. То есть у тебя есть какой-то прям такой, типа, предыгровой плейлист? Как это происходит? Ну, типа того. Есть определенные песни. Вот их бывает слушаю. Ну, наверное, перед каждой игрой. То есть, в принципе, один и тот же плейлист? Ну, да, одни и те же песни почти. Интересно. Какие парочку назовет? Просто какие у тебя входят туда? Ну, секрет. Ну, хорошо, одну хотя бы назови. Все или ничего? Постоянно. Окей. Ну, и все, одну. Нет, согласен, согласен, достаточно. Кто из домашних за тебя переживает? Это уже Андрей спрашивает. И бывает ли кто-то на игры к тебе приезжает? Ну, родители приезжали на игру даже в ВТБ. Я об этом не знал. В смысле, они просто купили билеты? Да, они купили билеты, специально не говорили. Флорис после игры вышел, они сказали, типа, мы здесь, типа, рядом. Неожиданно было. Так, мам, папа все игры смотрят. Самый главный вопрос, что у тебя с личной жизнью? Ну, правда, есть ли девушка? Есть. Ну, как говорится, на этом можно и заканчивать. Дорогие друзья, спасибо вам большое за вашу активность, за ваши просмотры. Александр Хоменко, разыгрывающий ЦСКА.